Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Господи, люди Твоя! Священнослужители в республиканской больнице – гости нечастые. Казалось бы, медицина, наука довольно прагматичная, но за процедурой освящения наблюдает значительная часть персонала. Проводит ее лично владыка Иоаннафан. При каждой больнице имеется храм, а то и несколько, как скажем, в Германии. Поэтому это обычная общечеловеческая практика, и это замечательно, что мы к ней наконец-то повернулись. Для любой болезни важно лечение тела, которое проводим мы, медики, и лечение души. Вот сегодня именно было вот это вот освящение посвящено тому, что духовное состояние человека, его состояние души было вот спокойно, и тогда эффект от нашего лечения, он в несколько раз будет выше. Впрочем, если духовные силы на видеокамеру запечатлеть невозможно, медицинские технологии видно сразу. В новом корпусе современнейшая аппаратура. Например, эндоскопический аппарат, словно робот, напичканный электроникой, дает максимум нужной информации о пациенте. А эта аргонная установка вовсе единственная на всю республику. Этот электронож уникальный по своим функциям, он вызывает минимум осложнений и очень удобен для удаления доброкачественных опухолей, предраковых заболеваний и остановки кровотечения. Сегодня в стационаре находится почти 200 пациентов со всей республики. Альбина Лобасова из Кирова, Алтайского района. Говорит, несмотря на условия в корпусе, когда узнала о том, что он стал еще и ближе к Богу, стала спокойней. Глядишь, и лечение пойдет быстрее. Сейчас везде здания освещаются всегда, и молодежь чувствует себя как-то вроде бы защищенно, вроде бы с Богом чувствует себя всегда. Стоит отметить, союз церкви и медицины для Хакасии не новинка. Например, в Абаканской больнице есть даже свой храм. Однако главное республиканское медучреждение подобных мероприятий прежде не видела. Первый корпус республиканской больницы стал первым, принявшим чин освещения. Высшие силы или врачи помогут избавиться от хвори, пациенты могут верить во что захотят. В любом случае, современные технологии и условия в учреждении позволяют оставаться, как у Христа, за пазухой. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. В Хакасию увековечили память героя России Игоря Лелюха. Торжественный митинг прошел в школе номер 9, в которой герой России провел свои школьные годы. Мальчик из семьи военных взял пример с отца. После школы поступил в Новосибирское общевойсковое училище. В 1994 году участвовал в боях Первой Чеченской войны. Капитан бригады спецназначения ГРУ Лелюх успешно провел несколько сложных спецопераций. Свой последний бой принял в Грозном. 1 января 1995 года, когда поступило сообщение о захвате боевиками одной из частей бригады, отряд под командованием Лелюха направили на прорыв окружения. Без поддержки арт-огнем и без бронетехники бригада долго продержаться не смогла. Своим подчиненным он приказал прорываться к основным силам врага. Сам тяжело ранен и в одиночку остался их прикрывать. 30 минут он вел бой, но был убит боевиками. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, ему присвоили звание Героя России. Посмертно. Лелюх Игорь, сыной своей жизни он спас своих подчиненных, своих однополчан. Ну, действительно герой. И на таких примерах мы должны воспитывать наших школьников. Идея установки мемориала принадлежала одноклассникам Игоря. Инициативу поддержал как педагогический коллектив школы, так и местные власти. Кроме того, в ближайшее время на фасаде девятой школы появятся еще две мемориальных доски с именами Сергея Ашлапова и Владимира Литвинова, которые также не вернулись домой с боевых заданий. Получить статус онлайн буквально через пару месяцев смогут 10 абаканских пенсионеров и ветеранов. Осваивать современные технологии пользователи с солидным жизненным опытом будут в новом компьютерном классе, который открылся в столице Хакасии. На первом уроке компьютерной грамотности побывал наш корреспондент. Сегодня Любовь Андреевна, как и другие ее ровесники, сделала первый шаг к освоению сложной ости науки и не сомневается в важности и увлекательности этого процесса. Сейчас такой век идет компьютер. Все, что захочешь узнать, нужно узнать компьютер. Это раз, а во-вторых, да, вот и сейчас как хорошо, удобно, коммунальные услуги, пожалуйста. Занятия для студентов-пенсионеров будут проходить два раза в неделю в течение двух месяцев в Абаканском пансионате ветеранов. Первый урок провел технический директор общественной организации Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров Давид Манчхова. Дальше обучать пенсионеров навыкам общения с компьютером будут студенты-волонтеры. Молодежь расскажет и покажет, как пользоваться простыми программами, интернетом, в том числе социальными сетями и поисковыми сервисами. Очень многие в дальнейшем используют интернет-ресурс для публикования. Тоже, что немаловажно, это самореализация, то есть мало там ты себе написал где-то в тетрадочке, а другое дело, когда ты опубликовал, ведет человек в собственный блог, получает отзывы, это же тоже очень позитивно влияет на внутреннее состояние человека. Хакасия стала 58-м субъектом, в котором открылся такой центр обучения. Это произошло благодаря национальной программе «Бабушка и дедушка онлайн». Специалисты ассоциации задают вектор обучения, дают методики и надеются, что регион в дальнейшем будет развивать эту практику и открывать дополнительные компьютерные классы. Топыт регионов, которые уже прошли это обучение, очень положительно влияет. Молодое поколение уже более с уважением смотрит на пожилых людей, связь поколения осуществляется и очень здорово. Можно не сомневаться в том, что курсы компьютерной грамотности будут пользоваться популярностью у старшего поколения, ведь столько нового и интересного сулит жизнь онлайн. Это не только общение с близкими в социальных сетях и по скайпу, но также возможность записываться к врачу через электронную регистратуру и отстаивать свою жизненную позицию и принимать участие в обсуждении проблем города и республики. Елена Крылова, Юлия Домбаева, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Жители станции Ербинской недоумевают, зачем им новый ФАП, в котором нет постоянного фельдшера, как это было прежде. Сейчас их по графику несколько раз в неделю посещают участковый терапевт и педиатр, а вместе с педиатром приезжает и медсестра. Для того, чтобы получить полноценную медицинскую помощь, жители Ербинского вынуждены ездить в Сорск. По словам главного врача Сорской больницы Николая Харланова, это нормальная ситуация, ведь Ербинска относится к Сорску. Все ее жители приписаны к одному из городских врачебных участков. А чтобы открыть самостоятельный участок на станции, недостаточно населения. Но жители Ербинской намерены обратиться к властям, чтобы фельдшер в селе находился постоянно, ведь здесь живут более тысячи человек. Хакасия принимает гостей из Кабардино-Балкарии. Труппа русского драматического театра из Нальчика в республике впервые. Однако у одной из актрис Хакасии связана личная история. Здесь она ищет своего брата. Как потерялись родные брат и сестра. Рушанья Кулахметова, заслуженная артистка Кабардино-Балкарии, занята практически во всех спектаклях. Поэтому личного времени на поиски единственного брата у нее нет. Рассказывает вся ее семья, в которой пятеро детей, люди творческие, особенно Рушан. Он у нас самый талантливый в семье. Он играл прекрасно на гармошке. Он писал картины. Он очень творческая внутри натура. Очень добрый. Нами всеми любимый. Так сложилась судьба, что Рушан Кулахметов уехал в Абакан. Говорил, нашел здесь женщину. В гости на родину приезжал всего раз. Еще в конце 80-х. Обещал вернуться. С тех пор невесточки. Ничего, никогда. Расстояние очень далекое. И вот так вот получилось, что мы на гастроли сюда приехали. Пожалуйста, отзовитесь, кто его знает. Но я была бы счастлива, если бы мой брат сам отозвался. Рушанья очень надеется. Люди в Хакасе отзывчивы и обязательно помогут. Театр из Кабардино-Балкарии на гастролях до 18 ноября 19-го домой в Нальчик. В течение этого времени информацию о Рушане Кулахметове, родившемся 10 апреля 1953 года, можно будет сообщить по телефону его сестре 8 923 914 10 56 или к нам в редакцию 22 72 82. Юлия Константинова, Владислав Кустовой, Двести, Хакасе. Написать федеральный или региональный закон может теперь любой россиянин, в том числе и жители Хакасе. Единственное ограничение – возраст, не младше 18 лет. Правительство России запустило сайт общественных инициатив. Здесь можно оставлять любые предложения по улучшению жизни граждан, предварительно зарегистрировавшись. За малый срок портал уже стал довольно популярным. Например, есть предложение ввести в школу изучения ПДД, запретить аборты или ввести пожизненное наказание для наркоторговцев. Все предложения специальная комиссия обрабатывает около месяца. Сегодня жители Хакасии также могут высказать предложения, причем касающиеся не только страны, но и региона. Естественно, это один из важных шагов для развития гражданского общества у нас в стране. Я не знаю аналогичных примеров за рубежом, поэтому, возможно, это ноу-хау президента Российской Федерации. И я думаю, что этот шаг действительно будет способствовать развитию участия наших граждан в управлении государством, регионом или той территории, на которой они непосредственно проживают. Это были все новости на этот час. После выпуска смотрите рубрику «Интервью». Речь сегодня пойдет об изменениях в пенсионной системе. Оставайтесь на канале «Россия-24». Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова